Длинный щебеночный путь вдоль Касимовского шоссе с каждым днем все длиннее. Сотрудники ГУРВодоканала меняют участок водовода диаметром в 600 мм и длиной в 350 мм. Но для автомобилистов пока что трасса сужена, пусть и незначительно. От этого, дескать, масштабные дорожные пробки и заторы. Вот в таком ключе рязанцы пожаловались губернатору. Но глава администрации Елена Сорокина на правительстве все разъяснила. Для того, чтобы, насколько возможно, минимизировать дискомфорт для жителей, приняли решение работать 12-часовой день. В три смены работать нельзя, потому что в этом месте проходит большое количество коммуникаций. И если наша техника заденет какую-то из коммуникаций, сроки ремонта придется продлить. Для того, чтобы по прямой обеспечить как можно более беспрепятственный проезд, увеличили сигнал светофора на 20 секунд. Для завершения работ необходимо еще примерно 12-14 дней, включая восстановление благоустройства. Впрочем, непосредственно на месте эти сроки даже сократили. Работы идут бойко, ремонтники, можно сказать, вышли на финишную прямую. Обустройство выполнено уже на две трети. Из 350 метров участка водовода осталось заменить всего 120. Сейчас основная задача освободить проезжую часть, потому что в часы пика образуются значительные затруднения в движении. На сегодняшний день для того, чтобы немножко разгрузить этот участок, изменен режим работы светофоров. Работы по проезжей части, связанные как раз с заменой под полотном дороги, должны завершиться до 14-го числа. Окончательно же этот участок дороги приведут в соответствии к 1 ноября. Времени на это у подрядчика будет предостаточно, а пока что восстановление привычного рязанцам режима движения – задача номер один.